Кадры по-прежнему решают все. Механизаторы, инженеры, агрономы. В новом учебно-техническом центре АПХ Амироторг в Рогнединском районе они будут постигать тонкости растениеводства, селекции или обращения с современной сельхозтехникой. В этом нашей стране были поставлены грандиозные задачи по увеличению экспортного потенциала сельхозпродукции. К 2024 году он должен вырасти ровно в два раза. И вот на прошедшем совсем недавно совещании в Туле министром нашей страны Дмитрием Николаевичем Патрушевым было отмечено, что в Центральном федеральном округе Брянская область сегодня входит в тройку, которые в 2024 году должны нарастить экспортный потенциал до 1 миллиарда 89 миллионов. То есть экспортный потенциал в нашей области должен вырасти в 12 с лишним раз. И львиная доля, это более 90% это компания Амироторг. Компания Амироторг, которая должна нарастить до 6 миллиард долларов в доллар по строкам нашей продукции, сельхозпродукции зарубежных. Вот если кто-то мог сказать там еще, что лет 10 назад, что Россия будет поставлять столько сельхозпродукции зарубежных, а экспорт никто бы не поверил. А сегодня это целая реальность. Сегодня наша страна поставляет продукции на экспорт больше, чем вооружение. Компания инвестировала в экономику Амироторганской области и 100 миллиардов рублей. Создано более 10 тысяч высокоопределительных рабочих мест. Сегодня строится филот на 80 тысяч Ау-Сельском районе. Мы подписали с вами буквально на сочинной форуме. Еще соглашение, где инвестиции составят более 10 миллиардов рублей в нашу экономику. Это также новые рабочие места. Это выпуск новой продукции. И что самое главное, это, знаете, внедрение самых передовых технологий в сельское хозяйство. Губернатор подчеркнул, компании удается умело совместить науку с производством. В образовательный проект Амироторг инвестировал больше 58 миллионов рублей. Учебное заведение – филиал мясной бизнес-академии холдинга. Если помните, мы начинали здесь 8 лет назад. Здесь мало что было. Здесь с нуля построили современный комплекс по обслуживанию техники. Работает уже у нас в этом подразделении 800 человек. Со многими прямо выросли. Те, кто вновь к нам прибыл, мы приветствуем, соответственно, в нашу дружную команду. Будем работать и уверен, что совместная работа бизнеса и государства даст тот эффект мультипликационный, о котором и президент сейчас говорит. Все это опять-таки на благо простых людей. Производственная площадка рядом, а значит, теоретические знания тут же можно подкрепить практикой. У нас лекции длинные, все рассказывают, показывают и видеоролики всякие, и техника здесь есть. То есть можно наглядно посмотреть, как говорится, пощупать все своими руками. Здесь совсем другая техника. Новые компьютерные системы, электроника совсем другая. Ну и надо же обучаться этим навыкам. Без них, как говорится, далеко не уедешь. На базе филиала в Рогнединском районе ежегодно до 700 специалистов смогут пройти обучение. Принимает учебные центры сотрудников из других регионов. Оборудован удобный бытовой корпус с общежитием. В том, что современный трактор, больше похож на пилотируемый космический корабль, смогли убедиться первые лица области. Электронная начинка машин увеличивает производительность. Передовые сельхозтехнологии, плюс техника, сельское хозяйство области вышло на принципиально новый уровень. Компания «Мираторг» – одно из крупнейших производств, задающих вектор всей отрасли. И показывающих, что вложение в сотрудников – главная инвестиция. Елена Лыщицкая, Иван Зюрев. События. Рогнединский район.